Очень хорошо, мне понравилось. Нас быстро накрасили, очень хорошие наряды нам подобрали, стилисты. Что ты чувствовала, когда шла по подиуму? Уверенность. Придешься в следующем сезоне? Да. Мне очень понравился момент, когда мы ходили по подиуму и, наверное, когда нас красили, подготавливали к этому показу. Мы пришли, нас сначала накрасили, там губы, ресницы, потом мы пошли перекусили и потом нам сделали прически, вот такие вот косички. И потом, а, у нас еще была репетиция, также мы потом пошли про подиуму. Будешь участвовать в следующих сезонах? Да, буду. Скажи, что тебе сегодня больше всего понравилось? Ну, как я шла по подиуму и мы вместе со всей командой выходили и аплодировали. Какие эмоции у тебя остались после показа? Ну, немного волнения и счастья, радость. Планируешь участвовать в следующем сезоне? Да. Расскажите, пожалуйста, общие впечатления сегодняшнего мероприятия. Ну, все отлично, очень крутая, модная площадка, организовано все хорошо, дети, как всегда, чудесные, все супер. Продолжите, пожалуйста, фразу «Kids Fashion Fest» для вас. Это? Это всегда возможность встретиться со своей любимой аудиторией. Мне сегодня запомнилось, как я ходила и на меня все смотрели. А что ты сейчас чувствуешь уже после окончания мероприятия? Ну, улыбку, то, что все можно расслабляться и все. Будешь часто в следующем сезоне? Да. Понравилось тебе сегодня? Да, хорошо мне было, весело. Что тебе понравилось больше всего? Подарки. Придешь на следующем году? Да. Чуть-чуть волновалась, но, в принципе, мне понравилось, все было хорошо. Хорошо, я чувствовала себя красиво. Я чувствую себя очень счастливо. А что ты чувствовала, когда ты шла по подиуму? Мне было страшно. Мне понравилось, как мы выступали, там шли линейкой, и я тут, кстати, не первый раз. Я уже много раз тут выступала, и мне эта зона очень нравится. Тут крутая одежда и бренд. Что тебе сегодня больше всего понравилось? Мне понравилось одной выходить. А что ты чувствовала, когда шла по подиуму? Ну, мне очень понравилось. А сейчас какие эмоции? Радостные. Придешь там в следующем сезоне? Да. Да, конечно. Да. Да. Мне запомнилась, ну, репетиция. Ну, мне, кстати, еще понравилось разговаривать с визажистом во время макияжа. Все прошло очень хорошо. Правда, я немного нервничала перед показом. Впечатления зажигательные. Я чувствую счастье, волнение до сих пор осталось. И все эмоции переполняют. Что отличает этот показ от всех предыдущих показов, в которых ты принимала участие? Во-первых, костюмы вообще очень сильно отличаются от других. И, в принципе, атмосфера другая, не похожа на остальные показы. Какие эмоции ты испытываешь, находясь здесь? Да, положительные, волнения нет, когда участвую в показах с хорошими дизайнерами. Отлично. Расскажите, что вы можете сказать об организации сегодняшней локации? Я могу сказать, что я не в первый раз в данной локации, но первый раз в качестве дизайнера. И фэшн истории мне нравится намного больше. Расскажите об особенностях вашего бренда. Я не хочу делать никаких заявлений. Сейчас очень модно феминистическая тема, политическая. Я просто хочу, чтобы человек, который надел мою вещь, почувствовал себя так, как он хочет. Дерзким, крутым, не знаю, женственным и тому подобное. Не важно. Главное, чтобы достигнута была эта цель. Здесь есть дети. Для меня это абсолютно новая история, новый опыт и определённый шаг вперёд, потому что я до этого времени думала, что дети не моя история, но поняла, что это не так трудно. Мы желаем вам творческих успехов. Спасибо. Большое вам спасибо, что пригласили. В этом показе очень классная сцена. Мне очень понравился подиум. Яркий свет направлен на прекрасные образы. Он их подчёркивает. И вот это мне очень сильно понравилось. Очень хорошая организация. За кулисами всё так дружно, классно. Мне больше всего запомнилось, как я прошла по подиуму в первый раз в жизни. Какие эмоции ты испытывала, когда шла по подиуму? Страх. Придёшься на следующем сезоне? Да. Я испытываю сейчас радость и счастье, что я выступила на этом выступлении. Привет. Расскажи, пожалуйста, какие эмоции ты сейчас испытываешь после показа? Музыка бьёт, всё как бы трясётся. Организовано всё очень хорошо. Будешь счастлив в следующем сезоне? Да, конечно. Я испытываю эмоции. Во-первых, ну, конечно, мне кажется, у всех есть это волнение. Вот. Ну, страх у меня был, но это всё равно, я люблю это делать, то, чем я занимаюсь. Мне это было, ну, по кайфу. И я очень рада, что я хорошо прошла, у меня всё получилось. Будешь принимать счастье в следующем сезоне? Конечно, буду. Я испытывала чувство радости и немного волнения. Волнительно было, что упаду с подиума, затуплю, не пойду туда, подведу всех девочек. Но всё прошло отлично. А что ты можешь сказать о локации, об организации сегодняшнего мероприятия? Очень вообще красиво. Организаторы большие молодцы, что создали вообще это мероприятие. Очень классно. Это просто непередаваемые эмоции. Здесь очень крутая атмосфера. Просто эмоции зашкаливают. Очень круто. Мне больше всего понравилась самая красивая и любимая моя коллекция Dasha Beauty Wear. И чем она отличается от других коллекций? В ней особенно то, что в ней удобно ходить, и она для повседневной жизни. Ну, мне запомнилось больше всего, вот как я выходила, как мы одевали. А что ты чувствовала, когда шла по подиуму? Я чувствовала себя очень хорошо, и мне понравилось. Что тебе сегодня больше всего запомнилось? То, что я стала увереннее, и то, что это мой первый показ. Что ты чувствовала, когда шла по подиуму? Уверенность, что я стала увереннее. За что тебе больше всего сегодня запомнилось? Сегодня мне запомнилось, как я вот ходил по подиуму уверенно. И эмоции чувствовала, когда шла по подиуму? Я чувствовала, что и без косметики была красивая. Особенность моего бренда в том, что образы подбраны индивидуально и стильно. Локация просто шикарная, а организация моя любимая. Спасибо большое, мы будем ждать вам в следующем сезоне. Я обязательно приду. Будешь принимать участие в следующем сезоне? Да. Конечно. Да. Да. Что тебе сегодня больше всего запомнилось? Мне запомнилось больше всего, что мы вышли босиком. Это необычно, потому что все дизайнеры не делали такого, и это первый раз. Локация необычная, я жил тут 4 года в Питере, и ни разу тут не был, поэтому я тут впервые. Какие у тебя сейчас эмоции? Очень хорошие, мне понравился показ. Расскажите особенности вашего бренда. Я хочу своим именем, своими коллекциями показать, что каждый должен раскрываться таким, какой он есть, не бояться каких-то границ и не ставить себе эти рамки. Скажите, пожалуйста, оправдались ли ваши ожидания от сегодняшнего показа? Да, конечно, определенно оправдались. Я ожидала пушку, получила пушку. Мне запомнилась походка коллекции и самые яркие эмоции. Мне больше всего бы запомнилась показ, потому что я его люблю, я уже много лет с ним знакома. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления остались после показа? Привет, мне очень понравилось, я в восторге. А чем этот показ отличается от других? Ой, тут много очень народу. Мне очень вообще понравилось, я чувствовала, как будто немножко стеснялась. Хотя я занимаюсь на 6 лет, но мне вообще все понравилось, классно. Мне очень понравился бренд Буллс, мне очень понравилось качество и вообще сами платья. Что ты можешь сказать об организации, о локации сегодняшнего мероприятия? Ну, все классно, мне все нравится, вообще все шикарно. Скажи, пожалуйста, как тебе локация и организация сегодняшнего показа? Мне очень все понравилось, это было незабываемо. Что ты чувствовала, когда шла по подиуму? Ну, особенно я ничего не почувствовала, но мне кажется, смотрелось очень классно. Мне запомнилось, какое у меня красивое платье. Будешь принимать участие в следующем сезоне? Да. Конечно, да. Скажи, пожалуйста, какие эмоции ты сейчас испытываешь? Я не знаю, как это обидеть, но очень круто. Чем этот показ отличался от предыдущего, в котором ты принимала участие? Потому что тут платья очень крутые. Будешь принимать участие в следующем сезоне? Естественно. Расскажи, пожалуйста, чем этот показ отличается от других показов, в котором ты принимала участие? Он находится в очень прикольном месте, мне он вообще очень сильно понравился. Ну, тут очень крутая обстановка и новое знакомство. Он яркий и запоминающийся, интересный и красочный. Как тебе организация и локация сегодняшнего показа? Мне все понравилось, спасибо за праздник. Какие эмоции ты испытываешь сейчас? Радость, позитив и гордость за себя, что я смогла пройти. Мне запомнилось, как я ходила по подиуму, на меня все смотрели. По подиуму идти прекрасно, особенно когда на тебя смотрят столько лиц, которые хотят увидеть твой наряд, который ты показываешь. Я чувствовала чуть-чуть страха, но все же, когда смотришь на эти прекрасные лица, хочется тоже радоваться. Локация прекрасна, я очень благодарю организаторов, которые сделали такой прекрасный подиум. Я испытывала эмоции, как бы гордости, немножко неуверенности, но когда я начала ходить, я вдруг поняла то, что это мое и мне хочется это делать. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в дальнейших планах участвовать в таком показе? Да, я бы хотела еще раз поучаствовать в этом показе. Каково это, ходить по подиуму? Ну, это на самом деле немного тяжело, потому что модель вообще должна не улыбаться, должна показать одежду. И, в принципе, ну это не так уж и сложно. Мне очень сильно понравилось, у меня очень красивое платье и много народу, большая сцена и очень клево. Расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего бренда. Ну, во-первых, мы креативные, у моего бренда есть свой почерк. Многие, кто с нами работал уже не первый год, знают мое видение, мое творчество и сразу же могут издалека увидеть, что, о, это Юля Крылова. Скажите, пожалуйста, чем этот показ отличается от других показов, в которых вы принимали участие? Ну, во-первых, начнем с того, что новая площадка, атмосфера, люди, все новое. Поэтому мы только за перемены, за драйв, энергетику, улыбки, в общем, за позитив. Можете продолжить фразу? Kids Fashion Fest для вас – это fashion семья. Бренд, который мы сегодня представляли, характеризуется самураями, Япония, все в этой эстетике. Какие впечатления у вас остались после показа? Очень крутые. У меня вот сегодня второй показ. Очень супер вообще. Расскажи, пожалуйста, особенности сегодняшнего показа и сегодняшнего дня. Большой показ для меня. Третий мой показ. Получил большие эмоции. Организация очень хорошая, мне все понравилось. Чем этот показ отличается от других показов, в которых ты принимал участие? Сложно сказать. На самом деле здесь очень разнообразные коллекции. Здесь ничего четко устоявшегося. Здесь женские наряды, разные культуры, разные времена и порядки. Локация удобная, интересная, очень непривычно. Организация тоже вполне хорошая, мне понравилось. Скажите, пожалуйста, особенности бренда, который вы представляете. Здравствуйте. Наша коллекция состоит из льна, из чистого льна. Экологически чистый продукт. Я думаю, это достаточно весомый аргумент, чтобы представить здесь, на этом потрясающем мероприятии, коллекцию нашего дизайнера Натальи Мининой. Локация очень замечательная. Питер, культурная столица. Мы приехали из Белоруссии. Мы очень рады быть здесь. И нам очень нравится то, что такой модный показ был совмещен еще и с фуд-портом. Чем фэшн-фест отличается от показов из Белоруссии, например? Ну, на самом деле, многим отличается. Белорусский фэшн немножко, скажем, откровенно отстает. Несмотря на то, что у нас очень много талантливых дизайнеров, вот такого формата, как сегодня, у нас в Белоруссии нет. И никогда не было. И, наверное, мы привезем идею в Минск для того, чтобы, может быть, повторить. Потому что это действительно уникально и очень такой запоминающийся атмосферный по-питерски проект. И сегодня одни сплошные хорошие чувства от начала прилета сюда и заканчивая прекрасными эмоциями. Волшебно. Все просто волшебно. Приятное мероприятие, шикарное. Ну и, конечно, наш дизайнер Наталья Минина. И мы все, кто здесь стоит. Что вам больше всего запомнилось на показе? Выход моделей. А я кайфанула от того, что я снова в белом платье. Знаете, наверное, больше всего понравилась подготовка. Потому что сам показ прошел настолько быстро, что я не успела заметить. Я считаю, что такие конкурса среди модельеров достаточно интересная вещь. Но об себе. Тем более тут выступают настолько породительные люди, что всегда есть на что посмотреть, всегда есть чем вдохновиться. На самом деле в этом показе достаточно много нового, чего я не видел раньше. Именно новых каких-то идей, новых одежды, новых материалов. Очень много новых материалов. Это чувствуется интересно. Расскажите, пожалуйста, подробно о своем бренде. Что его отличает от других брендов? Ну, его прежде всего отличает то, что я занимаюсь освоением новых материалов. Ну, у меня как базис всегда был мех. Естественно, мех сейчас претерпевает кое-какие сложности. Он слишком дорогой стал в цене. Его меньше стали покупать. Я осваиваю новую тему. Это кожа рыб. Она практически ничего не стоит. В общем-то, кожа рыб идет в отходы, особенно на производство клея и так далее. А почему это не сделать в одежде и сделать самый экологичный вид кожи? Спасибо большое. До скорой встречи. До скорой встречи. Почему вы решили принять участие в этом показе? Потому что нравится идея показа. В принципе, процесс. Я видела платье Ольги еще в соцсетях. И я мечтала примерить хотя бы это платье. И когда я узнала о том, что я иду у нее на показе, я была очень рада. И даже поплакала немного. Чем этот проект отличается от других проектов, в которых вы принимали участие? Этот проект, в первую очередь, отличается тем, что здесь организация на высшем уровне. Все было очень хорошо спланировано и организовано. А также замечательные партнеры всего этого мероприятия. Замечательный подарок. Сегодня были потрясающие девушки, которые украсили этот показ. Спасибо режиссеру. Большой молодец. Есть ли у вас планы принимать участие в следующих сезонах? Обязательно. Эмоции самые лучшие, самые крутые. Единственное платье. Килограмм, наверное, 20 точно. Выйти у меня, к сожалению, на общем проходе не получилось. Я просто там не пролезла. А в целом, конечно, от таких классных мероприятий эмоции самые классные. Скажите, чем этот показ отличается от других показов? Ну, лично мне он запомнится явно просто шикарными нарядами. Дизайнер просто великолепный. Платья шикарные. Редактор субтитров А.Семкин